Сегодня влог начинается с прекрасного места моего подъезда, когда последний раз я снимала утреннюю рутину, где я там мываюсь, собираюсь, крашусь. Никаса давно этого не было, я на самом деле соскучилась по домашней съёмке, но пока есть какие-то дела, почему бы и не снимать. Ещё насмотритесь утренней рутины. Собственно, сейчас мы должны встретиться с Настей и пойдём опять в магазин. И снова это back to school. Не знаю, я обожаю снимать какие-либо шоппинги, одежды, канцелярии. Не знаю, мне просто это очень нравится. Я обожаю такое смотреть. Возможно, я какой-то шопоголик. Возможно, у меня есть какие-то отклонения в этом плане. Но у меня не так много одежды. Я просто очень люблю смотреть это и покупать, снимать вам. Но сегодня мы идём не за одеждой, а за канцелярией. Всё из планов грандиозных, таких вот суперских. У меня сегодня маникюр. В 2 часа должен был в 10 утра быть, но мне его перенесли на 2. Поэтому мы с Настюхой решили, что сначала тогда сходим утром по делам. То есть за канцелярией. А в 2 часа я уже пойду на маникюр. Я даже придумала, что сделать. Я хочу себе сделать френч, но необычный. Я, не знаю, я влюблена в этот френч, но необычный. В тот раз я делала конечки зелёного и неонового цвета. В этот раз хочу что-то пастельное. Наверное, какого-нибудь лилового цвета сделаю, если будет в палитре. Ну, в общем, не знаю, посмотрим. Мои уже полностью отросли. Уже выглядят не очень, уже отклеиваются с разных сторон. Я с ними уже хожу, наверное, месяца полтора. Да, где-то так. Пора бы уже их снимать. И делать что-то такое не сильно броское в колледж. Как бы я не хотела сделать красные, пурпурно-зелёные. Но зелёные есть такой цвет. Но нужно делать что-то пастельное. Я уже спускаюсь к роддому, но Настюхи почему-то не вижу. Ладно, короче, встретимся, когда я встречусь с Настюхой. Мы встретились с Настюхой. Всем привет. Привет. Очень сильно жарко на улице. Не знаю, как мы дойдём до первой дачной. Мы решили, что сначала дойдём в Ашан. И если там... Да, потому что за первой дачной тащиться я не готова. Сколько остановок? Причём она меня даже не предупредила. Получается, три и на четвёртую надо... Ну, это на трамвае. Да. Мы решили, что сходим в Ашан. Если там будет очень дороже то, что мне нужно, чем в офис-маге, то мы пойдём в офис-маг. Вот так вот. Что, ты хочешь, короче? На самом деле, я бы сказала да, но... Я хочу, мне типа интересно что-то новое, но я ещё не готова каникулы. Да, каникулы. Так хорошо вообще. Да, особенно у тебя. Весело. Сейчас идёт рассказывать свои истории. Ай, Настя, простите. Ой, а чё, 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 чё? Да, кстати, вот браслет, который я показывала в том видео. Это серебряный, ещё и золотой. Посмотрите, что видео. Напускай. Ты жмотки покупала? Нет, вообще нет. Я купила всё, что мне нужно на 10 лет, наверное, вперёд. Вот. Настя, как обычно, всё в последний день. Настя, почему мне так стыдно? Всё, до школы. Поняла? Отлично. Самые обычные тетрадки, максимально дешёвые. Также есть красивенькие. Вот такие мне нравятся. Вот такие. В том году не было настолько прикольных. Они были обычные. В этом же появились интересные. Также, как обычно, есть предметные тетрадки. В офисе Маги мне... О, нет! Мне нравятся здесь. Посмотрите, какие милые. О, боже мой. Но мне такие не нужны. Очень громко. Все тут что-то ездят. О, новый этот появился. Коробочка. Это как в том году. Точно такие же были, такие же и остались тетрадки. Наверное, какие красивые предметные появились. Классные, да? Нет? Ну, в общем, мы пошли закупаться. А вот много листов. Тоже симпатные. Если вспоминать, какие были в том году дневники и тетради, то в этом году все гораздо лучше и даже, наверное, круче, чем в офисе Маги. Сейчас я вам покажу, какие крутые дневники здесь есть. Смотри, какой крутой. Почему у нас такого не было, когда мы учились? Нам уже навряд ли нужно, но очень интересно выглядит. Маги. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Это покупки Насти. Я вам их тоже покажу обязательно. Это покупки мои. Скромненько, но зачем нам больше? Но здесь уже в итоге получилась довольно большая и крупная сумма, на которую мы не рассчитывали. У меня вообще было больше 700 рублей. Я планирую. Я не знаю. У меня около 500, надеюсь, будет. Что ты делаешь? Провираю вообще. Я не проверю. Что ты пишешь? Сейчас, взялась ко мне. Уже сидим наверху на макдрайве и кушаем. Я заказала себе шаурму с мясом и говядиной. Ой, с говядиной, в общем. Заказала в Восточном Экспрессе. Настя заказала 5 за 200. Здесь картошка. А ты что, взяла эти? Крылышки. Очень вкусные крылышки в KFC. Я их обожаю. Вот. Напиток, айс-тен, кексик и картошка. Она стоила 120 рублей. Не знаю, надеюсь, она будет вкусная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И самое главное это замазка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Уху! Три раза поднималась в лифте на маникюр с маникюр И потом я вспомнила вот тут вот у выхода из дома, что я забыла пакет Вот такой вот Решила сделать квадрат, потому что давно не делала И мне нравится в принципе данная форма Уже немножечко разонравился миндаль Хочу чего-то новенького Как жарко на улице, когда уже будет не жарко Сегодня у нас 35 градусов Это уже следующий день, чтобы вы понимали Вчера не смогла записать конец этого видео Потому что мне сильно болела голова Сейчас она вроде бы не прошла Я хочу вам показать все, что я купила Потому что будет куча вопросов Что же, собственно, я купила Не знаю, с чего начинаю Давайте начнем со старых каких-либо тетрадей Которые у меня остались Также, чтобы не было вопросов Я перехожу на первый курс в колледж юридический Под каждым видео задаю такие вопросы Поэтому я буду говорить Первое, что у меня есть Это огромная стопка тетрадей Мне их отдала Илья еще в том году, по-моему Это тетради, по-моему, на 18 листов И они всегда пригодятся Для каких-либо контрольных Понятное дело, в них писать я не особо люблю Потому что они мягенькие, противненькие Не люблю такое И их здесь очень много штук Поэтому пригодятся А также в этой стопке есть пустая тетрадь В линию по русскому языку В такой еще более-менее я люблю писать Она плотненькая Вот И еще какая-то одна тетрадочка Тоже, наверное, на 18 листов Вот такого красивого дизайна Тоже я буду отдавать, наверное, на контрольные какие-либо Ну, не жалко, в общем Но все Дальше идут мои новые тетрадки Здесь их не так много Потому что я вам рассказывала Что я купила тетрадку со сменными блоками Сама тетрадка выглядит вот так Мне понравился ее дизайн Давайте распакуем Меня удивляет цена этих тетрадей 219, по-моему, рублей она стоила И это не очень приятная стоимость Когда тетради успели так подорожать Как ее достать? Как будто распаковываю новый iPhone В этой тетрадке уже шли, собственно, листочки Их тут 120 листов Клетка Вот эти колечки открываются И можно доставать листочки Я думаю, это удобно Удобно писать Удобно списывать И, в общем, не знаю Попробую, если не понравится Куплю обычные тетради Но, думаю, мне зайдет Дальше я купила обычную тетрадь На всякий случай Со свинькой И это очень мило Эта тетрадь на 48 листов Называется «Милашки» Коллекция И, возможно, пригодится Почему бы и нет И следующее, что у нас идет Это куча-куча сменных блоков Первое Это сменный блок Цветной На 150 листов И они разноцветные То есть можно будет разделять Допустим, зеленый Это будет у нас там алгебра Потом голубой Это будет русский, допустим История А фиолетовый Это, допустим, биология Ну, предположим Второй сменный блок Он зеленого цвета На 50 листов Розового цвета Тоже на 50 листов И еще голубого Итого у меня получается 150 плюс 150 300 сменных листов И плюс еще 120 В самой тетрадке Надеюсь, мне хватит Я просто вообще не предполагаю Что мы будем делать На первом курсе Я только знаю Что у нас будут Обычные предметы И не знаю Сколько мы будем писать Вдруг мы вообще писать не будем И мне не пригодятся тетради Но узнаем Дальше это ручки У меня постоянно они теряются Поэтому я решила купить побольше Вот эти две моих любимых ручки Я взяла Обожаю их Мне очень нравится Как они пишут Синего цвета Дальше это Две вот такие ручки Они красивенькие Самые красивые ручки Которые я купила Переливаются вот Блестки И черная гелевая ручка Потому что Нужно Как бы если я буду вести конспекты Красиво что-то выделять Или Какие-то контрольные Неконтрольные В общем Возможно пригодится Поэтому я взяла черную гелевую ручку И еще с того года У меня осталась Моя любимая ручка Не знаю Мне она так нравится Типа Луи Витон Я ее покупала В канцелярском магазине Возле нашей школы И она такая прекрасная Мне она очень нравится Буду носить с собой Каждый день На этом закончился Мой обзор Канцелярии Не знаю Не вижу смысла покупать много Потому что Если мне что-то понадобится Я пойду и куплю Если же нет То вроде В принципе Я много всего купила И должно мне хватить Я так думаю Буду заканчивать это видео У меня Какой день уже болит голова Я не знаю почему Возможно из-за жары Но я уже не могу Когда она у меня пройдет Если тебе понравилось это видео То переходи вниз Подписывайся Оценивай это видео И ставь колокольчик Так я пойму Что у тебя оно зашло Большое спасибо за просмотр И пока-пока На таком прекрасном фоне Покажу Что забыла показать Это текстовый делитель Который Единственное Мне пробили Был еще голубой Но он почему-то Не пробился Из-за того Что у него Не было вот этого Штрих-кода И замазка Ну мало ли Вдруг пригодится Это все Теперь можно И говорить пока Субтитры сделал DimaTorzok